С 1975 года соревнования по биатлону являются неотъемлемой частью крупнейшего зимнего спортивного события Омского региона – праздника Севера. В этом году самые меткие лыжники из 11 районов вышли на старт в преддверии основной программы Спартакеады. Покорять лучшую лыжную трассу области, расположенную в селе Петропавловка Муромцевского района, вышли 44 спортсмена. Им предстояло сразиться за призы в индивидуальных гонках у мужчин и женщин, спринтерских дистанциях, а также эстафете. После упорной и продолжительной борьбы во всех категориях стало ясно, что муромчане, которые на протяжении нескольких последних лет задают тон в сельском биатлоне и могут похвастаться 17 победами на праздниках Севера за последние 30 лет, не намерены уступать своих лидерских позиций соперникам. В эстафете хозяева биатлонного комплекса были вне конкуренции, каждый раз передавая эстафету первыми. До серебра добежали стрелки Павлоградского района, а третью позицию отвоевала команда Любинского района. На протяжении трех дней у нас здесь шла упорная борьба между командами. Я бы хотела сказать, что уровень немножко даже повысился, хочется отметить команду Любинского района, Тевритского района. Но команда Муромцевского района – это хозяева, они остались на прежнем уровне, они довольно высоко подготовлены, поэтому они являются и лидерами. Муромцевские спортсменки первенствовали и в личном зачете. Пьедестал и в спринте, и в индивидуальной гонке выглядел следующим образом. Победы у участницы всероссийских стартов – муромчанки Анастасии Чупахиной. Второй результат у ее землячки Ирины Подлиновой. А замкнула тройку призеров Юлия Рычкова из Азовского района. Мне гонка очень понравилась, и вообще эта вся атмосфера, мне очень нравится здесь, так уютно, тепло. И выступаю вообще первый раз на празднике с севера, я считаюсь самой юной участницей. Но у меня просто столько эмоций от гонки, от соревнований всех, что они просто переполняют меня. И командный дух, и вообще все друзья, даже вот соперники, они относятся как-то по-другому, ну как-то тепло так. А вот у мужчин результат оказался более непредсказуемым. Только один спортсмен сумел попасть на пьедестал почета в обеих гонках. Алексей Зубков из Любинского района в обеих дисциплинах стал третьим. Победу же в спринте праздновал Денис Рычков из Азовского района. А в индивидуальных стартах лидером стал действующий чемпион в этом виде программы, многократный победитель и призер областных спартакеат Олег Жбанков из Павлоградского района. До последнего дня это были интриги, интрига, вплоть даже и лидер не мог понять, кто мог выиграть. Поэтому биатлон это не только лыжная подготовка, но и стыточная стрельба. Поэтому так стало и традиция, наверное, что земля муромцевская и для хозяев она победой оказалась. Ну а мы, казалось бы, с южной стороны Омской области, это Павлоградский район, мы тоже показываем свой результат и в личных гонках, и в эстафете, что мы можем бороться за первые места. Напомним, что биатлон – лишь один из 11 видов спортивной программы «Праздника Севера». Пять из них прошли заранее, а за соревнованиями по хоккею, мини-футболу, шорт-треку, лыжным гонкам, зимнему палеотлону и мотокроссу болельщики следили с 24 по 26 февраля в Одесском, которая впервые принимала зимнюю спартакеаду. Редактор субтитров А.Семкин